Какое нужно оборудование для поддержания нормальной среды обитания рыб в аквариуме? Ну, если возвращаться к истории, то в свое время, конечно, не было ничего, кроме компрессоров. Соответственно, исходя из этого, все оборудование, которое на тот момент применялось в аквариумах, это было оборудование, работающее на подаче воздуха. То есть, если это был аэролифтный фильтр, то весь водоток осуществлялся за счет струи воздуха, идущей от распылителя. Сейчас, конечно, огромное оборудование. Это, конечно, сделало удобнее аквариумистику. Если раньше мы вынуждены были прибегать к каким-то ухищрениям, чтобы там была стабильная температура и так далее в аквариуме, то сейчас достаточно приобрести терморегулятор. Они относительно недорогие. Но зато вы будете спокойны в том плане, что вот особенно в межсезонье, осень и весна, когда отопление отключают, а на улице еще холодно, или когда на улице холодно, а отопление еще не включили. То есть, вот в эти моменты температура может падать очень низко в аквариуме. Тем более, если это аквариум маленького объема, то надо понимать, что в маленьких объемах температура меняется, падает и поднимается очень быстро. Соответственно, то есть, если вы поставили терморегулятор, то у вас просто эта проблема спадает. Прибор этот автоматический, работающий в автоматическом режиме, и вам не надо будет следить за ним дополнительно, там включать, выключать и так далее. Ну и основной прибор, который обеспечивает фильтрацию, дает возможность в меньший объем посадить больше рыбы и обеспечить рыбу должным объемом кислорода, растворенного в воде. То есть, этот прибор называется помпа. По моделям это можно зайти и посмотреть отдельно у нас на сайте. Так, в принципе, вот они все называются помпой. Продолжение следует...